всем привет спасибо что заглянули ко мне в гости меня зовут катя и у меня очередной пятый мой project pen короткий я делаю по три месяца сегодня второй отчет и в общем-то он выходит немного позже где-то дней на 10 но в реальности это тот мне именно ровно месяц потому что я сейчас была в отпуске в коротком а до этого в этом месяце я болела недели я не пользовалась вообще никакой косметикой поэтому фактически это ровно месяц прошел и сегодня я вам покажу результаты я честно говоря надеялась что будет лучший результат но если вам интересна эта тема давайте посмотрим вместе и я напомню тогда что закончилось в первый месяц потому что сейчас здесь лежат все 15 продуктов на подносе и снова хочу тоже напомнить если кто-то впервые попал ко мне на канал я руководствую с таким правилом которое мне помогли определить зрители я беру на три месяца 15 продуктов 5 которые почти закончились там их легко совсем закончить 5 таких ежедневных которых достаточное количество и много скажем так продуктов а еще пять которые где-то валяются в косметичке но к ним совсем не тянется рука и я оставлю тогда ссылку тоже на первое видео чтобы можно было посмотреть какой категории какие продукты относятся что закончилось сразу в первый месяц это был остатки блеска pet magrad который мне практически можно сказать не понравился я никому не могу рекомендовать и сама больше не брала бы ее продукты закончился вот этот база сияющая под макияж от rare beauty ею я была очень довольна несмотря на то что так фокус несмотря на то что у меня что я обладательница жирной кожи тем не менее мне это никак не помешало ее с удовольствием использовать так our glass тушь тоже мне понравилась была миниатюра но вы понимаете что эти маленькие продукты это все из первой конечно категории продукты которые легко было закончить что-то у меня с фокусом сегодня и эта тушь мне понравилась но я посмотрела что полный размер ее стоит больше 30 евро и конечно я не брала бы хотя приятная тушь приятная щеточка красиво разделяла ресницы придавала немножко объем длину не пачкала века приятная но полноразмерка очень дорогая и еще в первый месяц закончились тени тоже которые мне очень нравились в оттенке о мунлайт по моему ну что же с фокусом сегодня до мунлайт этот лора мерсье очень такой красивый металлический оттенок это все у меня закончилась первый месяц так и вот остались эти продукты еще да тоже такое было была замена изначально вот это пудра лора мерсье я собиралась ее помешать остатками метеоритов но у меня в путешествие разбились остатки вот эти от шарлотт тилбери и я их сюда забросила так что это уже пустая и вот что осталось на сегодняшний момент сейчас расскажу что удалось закончить ко второму отчету так я включила свет дополнительно в надежде что тогда будет лучше фокусироваться мой телефон и закончила я ко второму отчету вот этот карандаш для глаз от марк jacobs так все равно мой фокус как-то ну-ка вот так лучше его я сейчас поставлю фотографию сколько его было у меня с этим карандашом мне очень тяжело было потому что он очень стойкий когда его наносишь его практически мне не удавалось как-то растушевать красиво нанести тонкой линии тоже мне не удавалось хотя здесь была вот эта очень удобная точилка но я и сколько раз пользовалась и в холодильник его клыла чтобы лучше заточить в общем я для себя поняла что я в общем-то стрелки не очень умею рисовать красиво но у меня есть карандаши не скажем так такие не кремовые не выдвигающиеся что-то типа простых каялов с ними мне гораздо лучше удается справляться этот у меня карандаш наверно в связи с жарой и в связи с этими заточками ломался и я даже иногда переделывала макияж в общем я его закончила с горем пополам это наверное вот благодаря тому что он периодически подламывался тяжело точился в общем такие вот какие-то вытаскивающиеся выта вы выкручивающиеся кремовой консистенции карандаши это совершенно не моя история слава богу что я его вот так вот благодаря project пена добила потому что он у меня лежал бы еще очень долго так с этим карандашом меньше успехов как-то я его не много использовала по моему в этот месяц затачивала всего лишь один раз и до поднажму на него вот в последнем в третьем месяце потому что старалась тоже использовать почаще вот эту помаду от dior когда я начинала она была практически но пару раз может быть использована и мне очень жаль было вот этот красивый рисунок так этот красивый рисунок портит но я уже до него дошла и начала вот она уже и сверху тоже я поменьше стала я часто я пользовалась но только по утрам когда вот утренний макияж а днем я конечно уже ею не поправляла а использовала только блески для губ мне сейчас летом больше нравится так неплохой результат вот с этой пудрой японской защиты от солнца я использовала ее наверное половину всего что здесь было ставлю забавную фотографию как я выгляжу с ней сразу особенно если делаю розовый макияж глаз я выгляжу просто как артист театра кабуки честное слово с этой пудры но потом кистью распределяют тогда все хорошо и у меня вот эта пудра была сейчас с собой в небольшом отпуске мы были в юрмале и я наверное там ее так ну добросовестно половинку использовала так что еще вот эти тени от charlotte tilbury использовала мало пару раз за месяц вот несколько раз как базу использовала но как-то мне не очень хотелось с ними играться и поднажму на них следующем месяце хороший я считаю результат вот этим средством для бровей от миша я говорила что этот вообще не используется потому что очень темный у меня цель только закончить вот этот оттенок и вставлю фотографию было наверное вот так и я уже тут как следует приблизилась вот одну часть я думаю что я ну все таки вот эту часть которая запланировала половину я надеюсь к концу проекта закончить вот с этой пудры тоже у меня минимальный результат я пару раз ее использовала один распуховка один раз кистью но в целом как бы я не в восторге от этой пудры вот если брать например charlotte tilbury мне нравилось больше это неплохо но и не супер тоже хорошо но это мое такое личное мнение для моей кожи и вот жирный как-то у меня в общем с этой пудрой ну не очень так румяна бабе браун настолько спрессованные тоже пользовалась ими часто вот не на камеру я вижу что там какое-то вот может быть здесь так еле уловимое какое-то углубление есть но в общем конечно такой продукт плотно спрессованный продвигается медленно и я не знаю конечно я даже половину наверное не смогу закончить концу проекта но это вот хотя бы будет какое-то время вот я его использовала и сейчас наверное летом все равно больше хочется каких-то коричневых макияжей по крайней мере мне и я конечно во время проекта я буду ею пользоваться но не самый такой ходовой сейчас цвет вот что у меня ситуация с метеоритами тут метеориты и вот эти остатки от charlotte tilbury использую каждый день ну вроде бы какой-то результат есть но я не представляю вообще когда я эти метеориты закончу я уже вот этой широкой кистью своей новой вот маг так хорошо прохожусь и даже не один раз и вот она очень удобно тоже так вот эту коробочку заходит и и на шею наношу и на лицо но вот какой-то продукт который как мне кажется вообще не движется и последняя это палетка но вот с ней я считаю что у меня хороший результат буду ждать ваше мнение как вы думаете конечно я когда вот тоже красилась в отпуске я брала палетку с собой от наташи динона эту light glam для лица это честно говоря даже боялась брать потому что чтобы это все не развалилась и с целью экономии места в чемодане но тем не менее вот пока тоже в другие дни я пользовалась в этих оттенках матовых у меня хороший результат вот эти оттенки тоже блестящие я их перетянула на одну сторону без спирта без ничего просто палочкой перетянула и так спрессовала продолжаю использовать здесь может быть лучший результат но если вот этого немножечко останется концу проекта я не буду переживать потому что мне нравится сочетание тоже и коричневого такого и фиолетового я можем что с фокусом я его использую потом с этой частью на этот проект у меня была часть закончить розовые и я все еще не теряю надежды что я вот с этими тенями справлюсь на работу мне очень такой удобный макияж теперь у нас еще есть розовые маски так что у меня розовые глаза розовая маска такой розовый такой стиль в общем эту палетку надеюсь все таки мне удастся хотя бы вот но матовые обязательно брать розовые закончить здесь тоже побольше углубление образовалась вот такие результаты проекта но до летом как-то может быть сложнее немножко были жаркие дни и напишите в комментариях как вы считаете хороший результат или не очень и что мне удастся концу следующего отчета вот концу проекта что мне удастся закончить как вы думаете спасибо большое что досмотрели это видео до конца до новых встреч пока пока